Здравствуйте! 22 мая, это уже в это воскресенье, состоится предварительное голосование за кандидатов в кандидаты в депутаты Государственной и Губернской Думы. Я уже рассказывал, что намерен поучаствовать в этих выборах, поэтому и выдвинулся на праймерис по третьему железнодорожному округу этой части железнодорожного, Октябрьского и Куйбышского районов Самары. Ну вот, как и все прочие участники, сейчас участвую во встречах с населением территории. И хочу рассказать, ну, надо же все-таки попользоваться профессиональными возможностями, как проходят эти встречи. Вот что я, как потенциальный кандидат, предлагаю своим потенциальным избирателям, что волнует людей, о чем спрашивают? Ну, во-первых, это, конечно же, момент личного знакомства кандидатов и избирателей. Во-вторых, это прямой контакт и самый короткий путь узнать, о чем думает кандидат, его жизненные позиции и планы на работу. В институте Иутарна Масленникова мы с замминистра социально-демографического развития Мариной Седухиной, она тоже участник праймерис по округу, встречались со студентами и преподавательским составом. Рассказав о себе и о том, что такое это самое предварительное голосование и почему важно, чтобы в нем участвовало как можно больше народа, начали мы отвечать на вопросы. Денис Сергеевич, у меня к вам вопрос. Вы говорили о том, что население не должно бояться качать свои права. Прям цитата. Проблема в том, что большинство населения не знают ни свои права, ни свои обязанности. Как привить эту правовую культуру и правовую грамотность? Во-первых, это все зависит от внутреннего настроя человека. Потому что сейчас колоссальный объем информации в свободном доступе. Вы, вот люди молодые, знают, что в интернете нарыть что-то там, нагуглить за полчаса можно. Законы есть. И когда вы чиновнику, в своем запросе, не просто вот на деревню к дедушке, да, я хочу то-то и звезду с неба, со ссылкой. Они очень боятся конкретики. Когда они видят, что человек профессионален, когда человек точно знает, что он хочет и на что он имеет право, главное. Понимаете, какой в запрос, какой ответ. Если вы ему абстрактно напишите ни о чем, скорее всего, ответ будет такой же. Типа, ваша заявка на рассмотрение, ждите когда-нибудь. Если вы ему пишете, что на основании статьи такой-то, или постановления президента, или еще чего-то там, такого-то, такого-то, от такого-то числа, мне обязаны то-то, 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 предоставьте. Прошу ответ в соответствии с законом или постановлением таким-то, прислать в такие-то сроки. Все. Понимаете, чиновник, когда он видит, что с него спрашивают конкретно, он ответить как минимум должен конкретно. А когда он конкретно отвечает глупость, а это все основания для того, чтобы пожаловаться на него вышестоящему руководству и спросить, ты что дураков-то держишь у себя там, которые либо не знают, что они делают, либо не хотят ничего делать. Результат для граждан один. Вот вопросы из зала, это как раз самое важное на таких встречах. У вас есть возможность ближе узнать кандидатов, понять, что это за люди. У кандидатов самих дополнительная возможность узнать о проблемах волнующих людей и разъяснить непонятные или спорные ситуации. Ну, поэтому прошу на будущее больше вопросов. Ведь знаю, что людей многое тревожит, возмущает или просто интересует. Надо активнее выстраивать диалог, и тогда эффект от такой вот формы взаимодействия будет гораздо выше. Я хочу, чтобы в нашей жизни был порядок и в плане чистоты, и в плане соблюдения законов, прав и обязанностей как гражданами, так и должностными лицами всех уровней. Вот свою роль и вижу в повышении интереса общественности к общественно значимым событиям. Желание самим участвовать в процессах, важных для города, для всех нас, построении гражданско-активного гражданского же общества, в котором люди не будут стесняться и бояться качать и отстаивать свои права, если чиновники и властные структуры эти самые права нарушают или просто не хотят исполнять свои обязанности и обязательства. Сегодня мы встречались и говорили и на этот счет еще и с коллективом медицинского колледжа имени Ляпиной, и с коллективом и родителями учеников 16-й школы, но об этом расскажу в следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok